Воспитанием детей заниматься необходимо с самого раннего возраста и пренебрегать помощью специалистов здесь не стоит. Так, например, сотрудники детского сада Золушка регулярно проводят встречи с родителями, во время которых обсуждают волнующие темы. Во время последнего общего собрания в Руси речь шла о детских страхах. Что же кроется за детскими, боюсь, узнавала Юлия Москалик. Проблема детских страхов Ольги Тихоновой знакома не понаслышке. Мама пришла на встречу самой младшей из трех своих дочерей. Ее старшие девочки довольно долго боялись темноты. Но со временем, благодаря заботе и вниманию, побороть эти детские страхи все-таки удалось. Мы боимся темноты. И вот пока мы фонариком пользуемся по ночам, вот так вот мы пытаемся объяснить, что ничего страшного, что ночью ходить не страшно, что ночью никто не живет. В монстр в шкафу и бабаек под кроватью дети верят не меньше, чем в Деда Мороза и Снегурочку. Потому медицинские психологи советуют подойти к решению этой проблемы ответственно. Даже несерьезные, на первый взгляд, детские переживания могут привести к весьма серьезным болезням. Нервный тик, энурез, плохой сон, агрессия и другое. А-а-а! Ой, как громко! Хе-хе, ну наконец! Теперь я ее не вижу и не слышу. А если оно меня видит и слышит? Когда ребенок делится своими переживаниями, специалисты советуют объяснять малышу, что он такой не один. Темноты боятся многие. К решению проблемы можно подойти и творчески. Нарисовать страшилку на листочке или воздушном шарике. Придумать имя, положительное качество и поиграть с поделкой. Известного в темноте не единственная проблема, которую обсуждали на встрече мамы и папы. Громкий шум, боязнь насекомых и животных. Кто-то из малышей боится воды. Родители слушали мнения детских психологов и делились друг с другом собственным опытом решения этих проблем. Он не любил мыться с головой. Его это напрягало под душем мыться с головой. Потом я понял, в чем проблема. Оказывается, он не может задерживать дыхание. Вода попадает в нос в это время. Вот и у нас была тренировка. Я говорю, давай, вдыхай. Там несколько секунд мы считаем. Я его в это время обливаю. Все. Открывает воду. Выдыхай. И таким образом сейчас он спокойно сам принимает душ, сам мою голову. В телевидении современные игрушки дурное влияние со стороны. По мнению участников встречи, это и есть основные причины возникновения различных фобий. Психологи, в свою очередь, напоминают. Зачастую вина лежит на плечах самих родителей. Нередко мама и папа используют страх как метод воспитания ребенка. Ведь ребенок не тогда начинает бояться бабу и дуга, когда они прочитали страшную сказку. А начинает бояться тогда, когда мама ему говорит, а ну-ка иди сюда. Не придешь, там побегает тебя сейчас съесть. Да, или там кащить или утащить куда-нибудь. Победить детские страхи, по мнению психологов, можно. Если не получилось решить проблему быстро, наберитесь терпения. Ведь главное, что нужно ребенку в этот непростой период – ваша поддержка и любовь. И такой свет молоко с пледом. Нито не пробовал. На ночь теплое молоко. Пить, поцеловать и пожелать доброй ночи. Юлия Москаль и Григорий Куроптев, Виталий Харченко. Новости нашего города. В Ноябрьске едва не сгорел трехэтажный дом. Это случилось накануне около четырех часов вечера на изыскателей. Спустя пять минут после сообщения о пожаре огнеборцы были на месте, однако их помощь уже не понадобилась. Потушить пожар своими силами удалось жильцам трехэтажки. Никто не пострадал, по предварительной версии, виновники случившегося дети. На Ямале участились случаи суициды. Об этом говорили участники Координационного совета по обеспечению правопорядка. Цифры внушительные – 80 попыток самоубийства менее чем за год, из них 37 в Ноябрьске. По статистике, чаще всего ямальцы из жизни пытаются уйти, напившись таблеток или других химических препаратов. Далее в печальной статистике повешение. Настоящее восстание получилось вчера вечером на Дзержинского. Автовладелец оставил машину на стоянке, а транспорт, по словам свидетелей, вместо того, чтобы смиренно ждать хозяина, самостоятельно тронулся с места и врезался в забор. Успокоить автомобиль попытались очевидцы, однако удалось это только владельцу авто. К слову, кроме машины в этом недоразумении никто не пострадал. В продолжении темы странного поведения на дорогах. Компания «Гудиер» провела любопытное исследование, которое показывает, кто мужчины или женщины чаще рискуют за рулем. Исследование проводилось в 19 странах, и в нем наши соотечественники – безусловные лидеры. Чаще всего за рулем рискуют именно российские автолюбители. 30% мужчин и 16% женщин из России признались, что были оштрафованы за превышение скорости. Причем делали это вполне осознанно и даже тогда, когда в машине находился ребенок. Что же касается других рисков, то одним из главных после превышения скорости становится использование летнего комплекта шин в зимних условиях. 46% водителей мужчины, 39% женщин из России признались, что пренебрегают переходом на зимнюю резину. Правительство Тюменской области поможет модернизировать ноябрьский центр «Досуга нефтяник». Уже к Новому году здесь планируют установить новое световое и звуковое оборудование. По ходатайству депутата Тюменской областной думы, начальника департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергея Белкея, из резервного фонда правительства области выделены 3 миллиона рублей на покупку аппаратуры. С просьбой оказать содействие в приобретении техники, к парламентарию обратилось в начале года управление культурой города. Новые аппаратуры планируют оснастить диска и зрительный зал и центра «Досуга». Планируется, что уже в декабре в «Нефтяник» доставят два сплитера, движущиеся головы, а также пульт управления света. После того, как аппаратуру протестируют, представитель компании-поставщика приведет для сотрудников центра мастер-классы по работе на новом оборудовании. Жительнице города Светлане Евдокимовой все еще нужна ваша помощь. Напомню, в сентябре этого года девушки поставили страшный диагноз – острый лейкоз. На операцию по пересадке костного мозга требуется порядка 10,5 миллионов рублей. Близкие друзья света не сидят на месте, они стучатся во все двери и сердца. Так накануне они провели благотворительный вечер, но этого недостаточно. Помочь девушке можете и вы. Реквизиты для перевода денежных средств размещены на нашем сайте newsen.ru. Подготовительный региональный этап к завершающим московским рождественским чтениям прошел в ноябрьске. На этот раз говорили о цивилизационном выборе Руси в лице князя Владимира о крещении. О плодах этого выбора, о нравственном кризисе в 21 веке и о том, как, начиная буквально с детского сада, в человеке закладывать духовный стержень. Юлия Димова с подробностями. Символично, что первое региональное мероприятие такого масштаба состоялось в новом центре духовно-нравственного воспитания. На территории округа это единственная теперь площадка, наиболее удобная для проведения епархиальных рождественских образовательных чтений. Здесь большие, а главное предусмотренные для подобных мероприятий помещения. Замечательнейшая площадка, которая, в общем, предусматривает в дополнительном образовании, значит, в различных секциях туристических, спортивных, присутствие обязательно компонента духовно-нравственного воспитания. Так повелось, что хотя чтения преимущественно образовательные, они стали широкой платформой для обсуждения вопросов и социального характера. На одной из площадок Иерей Андрей Кряклин из Нового Уренгоя объединил ноябрьских казаков, чтобы поговорить об истоках этой особой части русских людей. На Руси казаки всегда были примером духовного единства. Охраняя общественный порядок, они являют пример для молодежи. Если нам навязывают алкоголь и наркотики, значит, пытаются через внешние химические вещества, психоактивные вещества, разрушить физическое здоровье нации. Говорили и о социальном служении церкви, ее взаимодействии с учреждениями здравоохранения и социального обслуживания. Обменивались педагоги и прикладным опытом. Актуальный сейчас в образовании метапредметный подход включает в себя не только передачу знаний, но и синтез разных видов деятельности. Когда вы заходите в восьмую бисеринку, надо обязательно придерживать, но не натягивать. Однако самая главная тема чтений – духовное развитие в образовании. Четыре года назад в российских школах ввели новый предмет – основы религиозных культур и светской этики. И несмотря на то, что споров о продуктивности этого урока тогда было много, сегодня, отмечают учителя, даже родители заметили – их дети стали менее агрессивными. «Интересно, что у Даниила добрая улыбка. Даниил, улыбнитесь, ну вот так вот. Она здесь какая добрая. Потому что у мальчиков сейчас часто какая-то агрессия такая накапливается в мозгах. Даниилка, по-моему, не обидит друга». Это как раз один из показательных уроков, на котором протеерей Артемий Владимиров демонстрирует концепцию религиозного предмета. Простым молодежным языком в шуточной форме проповедник рассказывает старшеклассникам первой гимназии, казалось бы, о простых вещах. Об осанке, режиме дня, о том, как здороваться утром с мамой, о достоинствах настоящего мужчины и девушки и даже о первом признании в любви, которое в идеале должно быть и последним. «Православие – это не какое-то специальное знание, это не какой-то эксклюзивный набор истин, в который не посвящены обыватели. Но это самый стержень нашего бытия, это воздух, которым мы дышим. Православие совпадает с требованиями человеческой совести, оно, усвоенное и умом, и сердцем, делает нас прекрасными, чистыми, светлыми, радостными, мудрыми». Собственно, для этого и проводятся рождественские образовательные чтения. А участвовать в них или нет, перенимать опыт единомышленников, принимать или пропускать мимо сердца здесь сказанное – дело каждого. Юлия Димова, Владимир Русаков, новости нашего города. Добавлили, что на епархиальных чтениях немало времени уделили и социальному служению церкви. В частности, говорили о сестричестве, которое уже много лет существует при храме Христратига Михаила и которое сделало немало добрых дел. Только вот знают о нем совсем немногие. О сестрах милосердия расскажут новости нашего города. Материал уже готовится к эфиру. На этом пока все. А я напомню, «Ноябрьск-24» – информационный телеканал, на котором новости и самая достоверная информация обновляется в течение всего дня, стал еще доступнее. Теперь мы не только в кабельной сети МТС, нас могут смотреть и пользователи Ростелекома. Все очень просто. Включайте телевизор, нажимайте на 22-ю кнопку и мы в эфире. Горячие новости, острые темы, эксклюзивные интервью, комментарии экспертов. И все это в формате твоего города. «Ноябрьск-24» всегда с тобой. Магазин «Капресс». Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00.